Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. Ну что, друзья, нет предела совершенству, Лена Хэппи ковыляет по улицам Москвы, еле передвигая ногами, шаркая, в диких болях, в вагонии, но в ресницах и с бровями. Воистину, говорят, красота – страшная сила. И на фоне всего этого фрик-шоу, которое развела Лена на своем канале в последние дни, вырисовывается три основные темы, которую сейчас все активно обсуждают. Первое – это «Мой парень», тема про моего парня, про любовь. Второе – это, конечно же, тюнинг, все те преображения, через которые Лена прошла, находясь в Москве. Ну и третье – это отношения с семьей, ну и сюда же приплетается банк, долги в банке. Все эти темы, конечно же, взаимосвязаны между собой, вытекают друг из друга, но вот на мое усмотрение, приоритетом для Лены во время этого визита в Москву, казалось бы, должна быть встреча с родственниками. И это я говорю не исходя из того, что это долг дочери сразу мчаться домой к родителям, бросаться на шею к сыну. Нет, я имею в виду даже вот исходя из того, что было бы приоритетней для канала Лены. То есть подписчики бы были в восторге, что вот она приехала блудная дочь, вот она какая прекрасная. Ведь даже хейтеры, ну, тех, которых считают хейтерами, прослезились практически. Сердце дрогнуло у них, когда они увидели, как Лена приземлилась в Москве, и как сын ее встретил. Были комментарии, что вот я не поклонница Лены, Лена мне совершенно не нравится. Но вот в этот знаменательный момент, когда сын встретил ее в аэропорту, сердце мое содрогнулось, и я пишу этот комментарий слезный с тем, чтобы поздравить Лену с тем, что она приземлилась на родине. Вот такие были настроения, когда Лену заприметили в Москве. Но вот уже спустя пару дней мнение о Леночке меняется. Вместо того, чтобы находиться в кругу семьи, всем видом своим подчеркивая, что это была основная цель ее визита в России, она уж очень активно бегает по салонам красоты и уж очень часто упоминает своего парня. Парень одобряет ее преображение, парень ее всячески поддерживает. То есть вместо того, чтобы провести лишнюю минутку со стариками-родителями, или там с внуком, с братом, с дочерью, с сыном, Леночка уж очень активно наращивает себе ресницы, делает татуаж бровей, готовясь всеми силами ко встрече со своим парнем. Все остальное ей, если честно, по боку. Но это ее выбор, у каждого свои приоритеты. В общем, Лена продолжает царить деньгами направо и налево, как бы она ни отнекивалась, но это действительно деньги на ветер, судя по результату, и судя, главное, по обслуживанию. Ведь вы слышали, ее заставили в этом самом салоне, где она уже стриглась, ждать аж 50 минут. И это салон «Три звезды», где дерут довольно-таки большие деньги. Но, видимо, по Лене было видно, что она неконфликтная, что она такая провинциальная дама. Все стерпит, и обслуживали ее по остаточному принципу. Я надеюсь, что она хотя бы на чаевые не раскошелилась, потому что я бы к чаевые не оставил, я сразу говорю. Но больше всего меня поражают поклонницы и почитательницы Лены. Какие слащавые комментарии они ей пишут, оказывая тем медвежью услугу. И Леночка красотка, и брови шикарные, и ресницы прекрасные, и прическа прекрасная. Кстати, о прическе. Прическа, ну, никакая сегодня. Как я и вчера говорил, если не будет такой укладки, как сделали в салоне, а просто помыла голову и пошла на улицу, то это выглядит, ну, просто как копна соломы какой-то. Вот у Лены ведь такие шикарные свои волосы, густые. Люди о таких мечтают. Но, видимо, ей сделали очень сильную филировку. То есть она идет, а волосы как пушок вот такие, знаете, стоят дыбом и просвечиваются на солнце. То есть из густой шевелюры сделали какие-то жиденькие волосенки. Я этого не понимаю. Лена, не надо тебе это. Пусть у тебя будет классическое каре. Тебе это очень идет. Ну, а главное, Лене, конечно же, не стоит идти на поводу у своих хомяков, которые ей льстят, нагло врут. И Лена всему верит. Только обзорщик скажет правду. И в связи с этим как раз-таки хочу упомянуть обзорщицу Марину Нову, блогер о блогерах, которая тоже сделала видео о Лене Хэппи. Обсерд, так сказать, на Лену Хэппи. Если раньше Марина Нова всегда пела безоговорочно дифирамбы, то теперь она раскритиковала свою подругу Лену Хэппи. Ну, во-первых, за то, что Лена Хэппи транжира. Марина сказала, что уж насколько она любит тратить деньги, бросая их на ветер, но тут Лена, конечно, перешла все границы и просто разбрасывается деньгами направо и налево. Также Марина Нова раскритиковала тюнинг Лены Хэппи. Сказала, что бровки еще ничего, симметричные, а вот ресницы можно было бы сделать и поестественней. Ну, а стрижка вообще оттаз туши свет. Можно было бы просто слегка чуть-чуть подровнять, и на этом было бы все прекрасно. Ну, что сказать, товарищи? Я считаю так. Если вот вся эта вакханалия, которая сейчас творится на канале Лены Хэппи, принесет успех каналу, то есть пойдут просмотры, увеличится количество подписчиков, увеличится доход, то это стоит того, потому как для истинного блогера это единственное, что должно быть важно. Подписчики, 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 еще раз подписчики. Я не слежу за количеством подписчиков у Лены. Если кто-то за этим следит, пожалуйста, поделитесь, пошел ли прирост подписчиков. Если это так, и канал развивается и набирает обороты, то все Лена делает правильно. Так и надо. Если же нет, то это все, конечно же, плачевно и грустно. Ну, а в завершении я хочу лишь сказать, что вот по банку, да, Лену все стращают, что ее никуда не выпустят, что Лена должна первым делом бежать в банк, в Альфа-банк, погашать долги. Я считаю так, что если Лена сможет выкрутиться, как-то обойти эти долги, то есть либо объявить себя банкротом, или как там это все улаживается, я, если честно, не знаю, никогда с этим не сталкивался. Но если Лене удастся обойти вот эту систему, не заплатив долги, я за нее буду только рад. Я считаю, что если есть возможность не платить, можно не платить. Как говорится, не у самых бедных взяла. Не обеднеет Альфа-банк без этих парочки миллионов рублей. Так что, Леночка, в этом я тебя поддерживаю. В общем, если есть возможность не платить, а как-то от этого всего улизнуть без особых последствий для себя и для своей семьи, то дерзай. Тем более, представляешь, как можно в Турции развернуться на 2 миллиона. Это же вообще красота. Тем более, в любом случае, ты сделала весь этот тюнинг, на мой взгляд, вот клянусь, я тебе честно скажу, неудачный. Не нужно было. Ты была красоткой, ты приехала из Америки свежая, естественной красоты. Вот надо было этого и придерживаться. Ну, раз уж сделала, в любом случае, будешь сидеть, как увядающая клоунесса. Но главное, чтобы нравилось твоему парню. А ему, как мы поняли, нравится, все он одобряет и всячески тебя поддерживает. Это самое главное. В общем, будем с нетерпением ждать продолжения этого российско-турецкого сериала. Очередную серию. Посмотрим, что себе Лена еще пришьет и отрежет. Но очень хочется верить, что Лена все-таки на черный день сумму отложит, потому что придется возвращаться назад в повседневную жизнь, в трудовые будни. Лена в комментарии указала, что к родне она уже не возвращается, она уже с родней не живет. Она живет в траке, на постоянном месте жительства, в траке. А к родне она просто заезжает, потому что у него она оставила кое-какие вещи. Это вполне нормально. Я тут ничего шокирующего не вижу. Спасибо, Лена, что ты нам это разъяснила, потому что мы гадаем, где ты, что ты. Но раз ты устроилась и тебя все устраивает, это уже 50% успеха. Главное, теперь не просри свои последние деньги на селимку. Трать, но трать дозировано. Помнишь, тебя в каком-то видео Марьям учила, как надо с турчатами и рабчатами обходиться. Вот ты когда едешь на курорт, ты подкидывай деньжат, ну не напрямую ему давай, а вот когда вы вместе идете, например, в ресторан, заплати за ужин. Когда вы идете в кафе, заплати за кофе и пирожное. Когда вы куда-то едете, заплати за такси. То есть ты вроде как бы платишь за вас обоих, а он просто к тебе прилагается как приложение с тем, чтобы тебя развлекать, всячески доставлять тебе удовольствие. Вот в таком ключе слушай Марьям, она плохого не посоветует. Ну все, ладно, всем всего хорошего, а мы и впредь будем следить за развитием событий в этом сериале и обсуждать это все активно на моем канале. Жду ваших комментариев, всего доброго, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok